Итак, добрый день дорогие друзья, надеюсь меня видно и слышно, с вами Дмитрий Черепощук и давайте рассмотрим с вами интересные идеи на конец января за второй месяц Дима подходит к своему завершению и что мы видим на текущий момент смотрим на них, на данный момент дневной график видим, что уже некая слабость появляется то есть те, кто входил в позиции, лонговые потихонечку начинают фиксировать свои позиции видим, уже второй день немножко затишчил, успокаивается этот тренд и теперь нужно смотреть, как это все разгорнется у уровня 88.20 это будет или откат, или разворот, никто не знает но пока мы смотрим на такую более слабость нитки относительно, я имею ввиду, локальной естественно, что глобально у нас очень хороший тренд но уже угол очень большой если мы посмотрим, очень сильно набрали хорошая у нас такая энергия и мы можем, скорее всего, увидеть, понятие уровень даже 100 долларов за баррель поэтому за ней нужно пристально смотреть что на сейчас? на сейчас мы видим на часовом графике что мы нащупали поддержку где-то в районе 87 до долларов но тем не менее, мы видим, что вчера были такие продажи существенные сейчас, но сейчас мы смотрим именно откат к уровню 88 где-то в этом районе, если мы возьмем по часовикам ну, примерно плюс-минус, видите, все равно мы кружимся около этой цифры, поэтому, скорее всего, сегодня мы увидим к ней откат и тогда уже будет снижение скорее всего, если же, конечно, закрепление будет ниже продолжено в зону 87 обратно и при пробитии, тогда мы устремимся где-то в район 86-85 с половиной если же мы закрепимся выше 88, да, и будем стоять и на следующей неделе, например, в понедельник откроемся более позитивно, да, зеленые цифры и закроемся выше этого уровня как я еще раз напомню, на дневном это 88-16 вот, тогда мы рассматриваем опять на продолжение движения и мне будет продолжать свое шествие наверх по золоту, по золоту немного ситуация не такая, да, интересная но, тем не менее, вышли выше, сбейте импульс единственное, что, если вы заметили тенденцию, которую я заметил, это то, что мы выходим импульсно и, по сути дела, идет распил и никуда мы толком не идем да, никакого интереса на продолжение движения ни у крупного игрока, ни у рынка в целом нет поэтому нужно пристально смотреть да, вышли хорошо импульсно, но если смотреть на тенденцию, которая продолжается вот уже с декабря то в распиле и очень тяжело ходит золот видно, что инструменты тяжело, да нет такого четкого направления было накопление, да, если мы возьмем более глобально это в общем, до сих пор происходит такое накопление в широком канале но, тем не менее, мы торгуем в текущей ситуации и на текущей ситуации я бы возглядался от торгов золота можно посмотреть, но увидите, что на часовике просто ужас происходит, поэтому, скорее всего, нужно поставить себе границы вот, отметить уровень 18.40 и отметить уровень где-то 18.48 от этих уровней и начинать танцевать, да то есть при пробое, естественно, что здесь будут капитулировать те, кто пропустил это движение и заходили в лонговой позиции то есть здесь при пробое мы можем взять короткосрочный шорт и, естественно, при пробое верхней границы мы можем увидеть также продолжение движения по тренду, которому набрали мы ранее в декабря да, но такому, еще раз повторюсь, очень тяжелому тренду давайте посмотрим с вами доллар-рубль доллар-рубль симпатичнее смотрится от всех остальных тут красиво идет тренда с откатами, все как положено, как по книжечке у нас идет также мы ожидаем пробоя в район 77 78 тысяч да, и тогда уже будет поход наверх поэтому смотрим также за доллар-рубль, очень сильный инструмент и еще обрешу вашим внимание, где за рубль евро-рубль также очень симпатично, очень сильно устоит его поддерживает, если кто торгует, да, корреляция этой евро-доллара евро-доллар хорошо сходил, но, как видите, не удалось нам закрепиться, у нас был канал, сейчас я вам отмечу у нас был канал, мы вышли из него все замечательно, ребята, покупайте и, как всегда, всех засадили обратно и сейчас нужно смотреть за этой ситуацией по золоту, обычно такие модели отрабатывают еще ниже пойдем да, то есть, идет накопление обычно я замечал такое на золотое это только мои наработки это не то, что там какой-то сверхских анализ просто я замечал такую ситуацию крупный игрок накапливает, делает выход вверх все нажимают кнопочки да-да-да, мы покупаем, все замечательно он засаживает вниз, тестирует эту границу или не тестирует, и идем еще ниже то есть, это все был набор позиции шорт выбросили всех филангистов и шорпистов и обратно завезли, тут уже более свободный разряженный график и, естественно, что рынок пойдет намного легче поэтому очень пристально смотрите но дело к тому, что пока инструмент вот держится в этом диапазоне, он придает некую силу евро-рублю, и он намного сильнее смотрится, да чем пара доллар-рубль если вы видите, то ситуация немного отличается поэтому присмотритесь за этим двумя инструментами, очень сильно смотрится и развязка, еще раз повторюсь, у нас будет у уровня 78000 по ситуации, именно интересные на рынке да интересные позиции, это все буду желать вам хороших выходных и до скорых встреч